Идея организовать курсы по изучению семейной медиации принадлежит благочинному церкви Видновского округа священнику Дмитрию Березину. Семейная медиация – это особая технология, процедура, которая позволяет решать семейные конфликты путем помощи сторонам, в том, чтобы они договорились, услышали друг друга и пришли к решению, которое сделало их удовлетворенным этим решением. В основном все занятия проекта проходили в онлайн-формате, но несколько завершающих уроков решено было провести очно. В группе 11 человек – это священнослужители из Видновского благочиния, а также представители Совета отцов. Часто семейные конфликты доходят до такой стадии, когда уже стороны не слышат друг друга, им нужен помощник. Иногда такие стороны обращаются в суд, а в суде, как мы понимаем, это очень сложная, неприятная процедура. И, как показывает практика, из суда часто уходят оба недовольные решением суда. Медиация позволяет, это мягкая, гибкая процедура, договориться, услышать друг друга и в идеале решить конфликт. Проводил занятия член рабочей группы при Общественной палате Российской Федерации по развитию семейной медиации Максим Беляев, который уже более 10 лет преподает для священнослужителей Русской Православной Церкви. Священники сталкиваются с семейными конфликтами, на самом деле каждый день. И умение правильно регулировать конфликт, разрешить его или направить эту энергию на созидательные цели – это очень важно. Поэтому я считаю, что такие проекты надо приветствовать. Не так много, на самом деле, в России, где готовят священнослужителей по медиации. Я считаю, что это очень передовой опыт, который нужно тиражировать. Александр Колунов, представитель Совета отцов Калужской области, приехал в Ленинский городской округ, чтобы пройти курс медиации, так как планирует открыть Центр примирения в своем регионе. Поступило предложение отучиться на медиаторов. Поскольку это ложится в концепцию деятельности Совета отцов, то, соответственно, мы не могли себе отказать в такой возможности и обязательно пройти этот курс. Завершающие занятия курса прошли в просветительском центре при Никольском храме поселка Володарского. Всем участникам проекта были вручены грамоты и благодарственные письма. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.